Здравствуйте! В эфире информационная программа телекомпании «Город 7 минут». Сегодня у нас в гостях Владимир Павлович Буханов, исполняющий обязанности начальника управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Владимир Павлович, позвали мы вас, вернее, просьба была прийти по поводу операции МАК, которая сейчас проходит и которая будет длиться еще долго. Но раз уж вы, так сказать, любезно согласились к нам прийти, давайте подведем итоги двух первых кварталов года. Ну, итоги полугодия, которые вот после отпусков все вышли, уже какие-то, наверное, цифры есть. Давайте с этого и начнем. Лучше начать с оперативной обстановки. Оперативная обстановка по-прежнему на территории Рязанской области довольно-таки сложная. Конечно, есть небольшие изменения, в частности, в связи с введением запрета на рецептурный отпуск КДН-содержащих препаратов. О чем мы поговорим еще отдельно. Но, тем не менее, кроме данного фактора влияют и другие, это и близость к Москве, и транзитность Рязанской области, через которую перевозят наркотики из южных направлений. Ну, и также внутренняя сырьевая база, характеризующаяся произрастанием конопли, мака, а также пересылка из других регионов, как России, так и из зарубежья, в частности, из Китайской народной республики, синтетических наркотиков различного происхождения. В ходе двух кварталов, как вы сказали, или полугодия, сотрудниками наркоконтроля выявлено более 300 преступлений. Это примерно чуть меньше уровня прошлого года, но примерно на уровне прошлого года. Из них 30 преступлений, связанных с групповой направленностью и ОПГ. Также осуществлено больше 50 фактов изъятия наркотических средств в особо крупных размерах, это по классификации ООН. То есть, это значительные размеры наркотических средств. Это, как я еще раз напомню, это героин более 100 граммов, марихуана более килограмма. Когда изымается, вот такие вот факты подпадают под классификацию ООН. Килограмм марихуаны, мне кажется, очень много, потому что сухая же трава. По объему это большой мешок пластиковый. Но изымается и больше, изымается гораздо больше и больше объема. И, значит, выявлено более 30 притонов на территории Рязани и Рязанской области. Тут нам, как говорится, в кавычках помогает тот же самый знаменитый поезд Москва-Душанбе и транзит афганского героина через нашу область. Ну, в том числе, в том числе, как уже сказал, это транзитный. Вот один из примеров. В феврале текущего года была задержана группа граждан и цыганской национальности, и таджикской национальности, и русские, которые занимались бытом героина на территории Рязани, Кораблинского района, Скопинского районов, Рязанского района, Рязанской области. У них изъято более 400 грамм наркотического средства героин, который, естественно, также был доставлен из южных регионов бывшей России, вернее, бывшей СССР и теперь СНГ. То есть какая-то, ну, давайте уж так говорить своими словами, этническая направленность вот эта вот прослеживается. Есть этнические группы, есть и межэтнические, как я сказал, в одну группу входили преступники различных национальностей. Не ссорятся между собой? Нет, основное это у них именно добывание денег, зарабатывание денег посредством совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Теперь вот по КДН-содержащим. Значит, у нас наконец-то удалось какое-то время назад, что называется, пробить закон о рецептурном доступе к таким лекарствам. И вот что вы скажете, работает этот закон? Да, это закон работает, и мы видим, что в этом отношении оперативная обстановка, да и вообще обстановка в сфере потребления наркотиков, она стала улучшаться значительно. Как я уже сказал, выявлено всего 30 притонов на территории Рязанской области. Например, по сравнению с прошлым годом, эта цифра уменьшилась более чем в два раза. То есть больше 80, 81 притон был в прошлом году за тот же самый период, когда еще не вступил в силу данный закон. Ну и самое главное, что мы отмечаем, это то, что количество лиц, впервые поставленным диагнозом наркомании на учет в наркодиспансере, оно стало уменьшаться. Если в прошлом году это было порядка 150 человек, то в этом году эта цифра значительно меньше. То есть тенденция к тому, что лиц, которые спервые обратились с диагнозом дезаморфин наркомании, становится меньше. То есть самого вот этого доступного варева, который из кодеин, содержащих лекарств, изготавливает, стала меньше и меньше доступность, и сразу какие-то показатели нормальные. Да, и сразу такой эффект. И вообще количество самих фактов изъятия дезаморфина, и они уменьшились примерно в три раза. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда как раз не вступил еще в действие вот это постановление правительства о рецептурном отпуске. А как вы считаете, лет 10 назад бы принять такой закон, мне кажется? Не 10 лет, а вот именно как раз в 2006 году был как раз очень даже вовремя для Рязанской области. Но тогда эта проблема была не характерна для других областей, поэтому посчитали ее неактуальной для России в целом. Ну, возможно, да, и может быть оптичный бизнес тут свое слово сказал, но об этом сейчас не будем. Ладно, хорошо. Теперь, вот мы периодически даем материалы о том, как проводятся полицейские рейды по ночным, по игорным заведениям и так далее. Выявляет, выявляет, закрывает и так далее. Вы по ночным клубам рейдуете, потому что, ну, какой вот художественный фильм не посмотришь, везде ночной клуб, и там вот нарко какой-то притон вечный. Да, работа ведется, ведется работа полномерная. По ночным клубам мы проводим как рейды, так и скрытые оперативно-розыскные мероприятия по данным заведениям. В ходе рейдов мы выявляем людей, которые потребляют наркотические средства и находятся в состоянии наркотического опьянения в самих клубах. Но тенденция складывается к тому, что наркотики в клубах стало принимать опасно, и поэтому там и хозяева клубов многие за этим смотрят. И охранные организации проводили работу с ними, и совместно с органами власти, и городская администрация их собирала, и областные власти собирали, проводили работу, как я уже сказал, с владельцами клубов, так и с частными охранными предприятиями. Поэтому вот центр потребления наркотиков, он смещается немножечко в сторону прилегающей территории. По прилегающей территории также проводятся мероприятия, и выявляются люди, которые пытаются еще зайти в клуб, или уже находятся в клубе в состоянии... А, то есть самих вот этих танцполов и клубов вы их выдавливаете потихонечку? Выдавливаем потихонечку, вот совместными усилиями нашими и, значит, руководствами и охраной клубов. Но это есть, конечно, те, кто заинтересован в этом, есть клубы, которые и не очень поддаются, и на них больше внимания уделяется. Вот, проводятся рейды периодически, вот, в межсезонье пореже, в сезон, когда народу больше в клубах, естественно, почаще. Хорошо. Еще, что у вас хотел спросить, вот, все-таки антинаркотическое законодательство, ну, связанное вот с этими вещами, как-то меняется. Ну, вроде бы меняется в лучшую сторону, должно меняться во всяком случае. Как вы ощущаете, вот, ощущает ваша служба, ваше ведомство, вот эти изменения в законодательстве? Ну, должны, наверное, изменения в законодательстве ощущать не только мы, а население, для которого мы работаем. Должно быть соответственное количество людей, поставленных на учет меньше. И вообще эта проблема не должна бросаться в глаза нашим гражданам, и они должны жить спокойно. Вот мы в основном работаем на это. А изменения в законодательстве, это можно рассматривать как инструмент к достижению благополучия в обществе. И изменения в законодательстве, они довольно-таки серьезные, они довольно-таки ужесточают наказание за незаконный оборот наркотиков, особенно в квалифицированных составах. Это совершение сделок с особо крупными размерами, с крупными размерами наркотических средств. И в местах массового досуга, в местах лишения свободы, посредством сети интернет, средств массовой коммуникации различных. То есть там ответственность значительно ужесточена. Ну что ж, хорошо, как любили говорить раньше, ведущие, вот на этой позитивной ноте мы и закончим нашу сегодняшнюю встречу. А если серьезно говорить, то, наверное, давайте с вами встречаться будем чаще. Ну, во всяком случае, посмотрим, чем закончится вот этот вот 13-й год. И насколько мы продвинулись в плане борьбы с наркотиками за год. Потому что, ну, как говорится, давно пора, мы уж там лет на 5-8 отстаем от законодательства наших. Большое вам спасибо, успехов. Я напомню нашим зрителям, у нас был в гостях Владимир Павлович Буханов, исполняющий обязанности начальника управления Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков по нашей области. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!